всем 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 большой привет спасибо что заглянули ко мне на канал и я очень рада вас всех видеть ко мне добавляется все больше и больше новых зрителей спасибо вам огромное за это что пишите свои комментарии ставите лайки мне прям безумно приятно вот мои сердечки вам 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 спасибо вам большое сегодня начнем с вами новый влог блог у меня будет с небольшой уборочкой с небольшой мотивации для вас и плюс покажу какие-то покупочки которые я покупала для малыша и значит сегодня я хочу заняться глажкой детских вещей которые у меня постирались до этого и плюс хочу расхламить детские вещи в комоде так как какие-то мы не носим какие из каких-то мы уже выросли поэтому хочу сегодня все расхламить все убрать вот и навести там порядок и также мы сегодня хотим переехать из коляски люлька в коляску прогулку нужным никому коляску будет помыть вот привести в порядок и мы пойдем гулять уже сегодня в новой коляске так что всем приятного просмотра и так девчонки что я в итоге покупала это вот такая книжечка бармалей взяла фикс прайсе за 55 рублей у нее странички такие толстенькие картонные вот такие книжечки конечно это очень хорошо то которую я покупала на зоне у него странички обычные да бумажные и тимка их вообще рвет грызет так что лучше конечно вот такие вот тверденькие книжечки вот и брала вот такие еще печеньки они из пяти месяцев очень классные ему понравились они такие вкусненькие я тоже попробовала вот решили попробовать по одной печенечке вот я ему даю либо через день либо каждый день по печеньке вот ему прям нравится вот хочу еще какие-нибудь попробовать может быть детском мире потом что-нибудь возьму и покупала вот такие двое колготочек брала их в дочке сыночки за 200 рублей там они по скидке были вот такие вот хорошенькие одни 68 74 размер другие 74 80 вот они чуть-чуть побольше а вот эти они прям такие знаете тепленькие тепленькие вот мы сейчас их носим и мне так нравится что все колготочки делают то что на попе какой-нибудь рисунок здесь допустим машинка здесь такая мартышка вот такие прям хорошенькие и мне нравится вот одевать в колготочки тимку отдел body колготочки там до кофточку и комбез вот у нас тоже вот такие вот есть тут видите разные рисунки вот у нас со всякими машинками вот такие вот колготки вот но они нам уже становятся маленькие размер 62 68 вот они были вот но тоже такие прикольные так что вот такие вот были покупочки еще девчонки у нас уже обед я ему вот отварила сегодня получается индейку кусочек и пока что я измельчаю вот видите вот эти вот маленькие я измельчаю в блендере потому что он вот кусочками нормальными такими до волокнами мясо совершенно не жует он его мусолит мусолит и выкидывает вот выплевывает так что вот отварила и вот картошка здесь у меня тыква и капуста вот такой вот супчик сделала пожиже сегодня потому что мы с мясом и добавила сливочное масло посмотрим надеюсь то что он все скушает на сыночка сидит играет да ты сидишь играешь ду-ду-ду конечно девочки начал он так вот сидеть уже хорошенечко спинку держит у нас как-то знаете этапы развития поменялись местами сначала мы поползли начали вставать вот держится он уже за диван и может даже передвигаться а сидеть вот наверное буквально вот две недели вот так вот он начал сам сидеть спокойно играть а до этого он не сидел сразу же на животе переворачивался и этот ползал да а сам не садился да сейчас сам садится если стоит может так хоп на попу шлепнуться и сидеть кушать пойдем тим да еще он любит говорить да тебя тима агонезно вот так она да Болтун, ты Болтушка мой? Да. Давай, сейчас кушать пойдем. Да, стульчик стоит. Кушать. Да. Пойдем покушаем, потом помоемся, да? И мама будет делать свои дела. Да? Да. Вот с супчиком он нормально кушает, да, индейку? Да, сыночка? С супчиком тебе вот понравилось. Да? Я сначала, знаете, как пробовала как пюре, получается, пюре номинала, ну, картошку. И измельчала в блендере мелко-мелко индейку. Он прям как будто давился. Вот. А сейчас нормально. Ту-ту-ту-фу. Начал привыкать уже к индейке. И я так рада, что купила вот этот слюнявчик. Он прям вообще заменяет просто все слюнявчики вообще. Вот эти тряпочные, конечно, не надо покупать, мне кажется. Особенно вот, чтобы кормить ребенка. Там толку нету, только замучаетесь, стирать. Да, я сколько мучилась, у меня было два таких слюнявчика. Я пробовала и всякой, и пятновыводителем отстирать. Ничего толком не выходило. Вот. И, скажи, вот с этим слюнявчиком самое то. Да? А чего ты? Ну? Скажи, всем приятного аппетита. Кто кушает, да? Да. Тут я уже перешла к своим домашним делам. Начинаю я с глажки. И хотела ответить сегодня еще на вопросик. Мне задавали девчонки под каким-то видео про наш режим с малышом. Значит, смотрите. Мы просыпаемся где-то в 7.30. Иногда бывает и 8. Ну, плюс-минус где-то полчаса. Просыпаемся где-то, бодрствуем 2 часа примерно. Потом он начинает уже сам проситься спать. Трет глазки, просит соску. И я понимаю, что ему необходимо ложиться спать. И мы укладываемся спать. Спит он примерно где-то около часа. Бывает даже побольше. А бывает вообще полчаса. То есть, это как бы еще зависит, во сколько мы встали. Потом он просыпается. Мы опять бодрствуем где-то до 2 часов дня. Где-то ближе к 2. Он опять начинает проситься спать. Я его укладываю. И он так спит где-то минут 40-30. Бывает по-разному. Бывает может и час проспать. Тоже вот в обеденное время. Потом мы выходим 4 часа на прогулку. И на прогулке мы где-то гуляем минут 40-50. И он потом уже ближе тоже к 5. Где-то примерно начинает проситься опять спать. И мы с ним на улице, получается, спим 40 минут примерно. Бывает 30 минут. Бывает вообще очень долго спит. Прям пока домой не придем. Вот. Около часа где-то бывает. Даже может так поспать. Потом, значит, мы купаемся. Где-то 8-9. Мы идем купаться. И потом, получается, он засыпает. Ближе где-то к 9-ти, к полдесятому. То есть, вот такой вот у нас режим. Три дневных сна. Вот. И засыпаем мы на вечерний сон. Где-то ближе к половине десятого. Хотела еще вас спросить. Напишите, пожалуйста, как у вас. Какой у вас режим. Мне будет очень интересно почитать. Потому что я где-то читала, что уже ближе к 10 месяцам надо переводить ребенка на 2 дневных сна. Но у нас пока что не получается. Мы один день так попробовали. Два раза он спал за день. И он к вечеру был очень капризный. Прям плакал. Плакал даже в ванне. Хотя для него это вообще не свойственно. Он очень любит купаться. Вот. И поэтому мы поняли то, что ему очень тяжело. Поэтому я оставила пока 3 дневных сна. И напишите, как вы к этому относитесь. Необходимо вот прям малыша переводить самим. Либо же он сам к этому придет. Сам захочет спать два раза в день. Мне прям это очень интересно будет почитать. Ну а тут я уже и расхламляю вещи. И все складываю. Раскладываю и раскладываю все по своим местам. Расхламила я детскую одежду немного. Также я решила разобрать весь ящичек, который у нас под кроваткой. Навести там порядок. Кстати, очень спасает вот этот ящичек. То, что есть еще дополнительное место для хранения. Прям очень здорово. Там у меня хранятся различные комбезики. Какие-то кофточки вязаные. Которые нам еще пока что большие. И также хранится у меня верхняя одежда у малыша. Комбезики, шапочки, варежечки, шарфики и так далее. Прям очень спасает меня этот шкафчик. Ну вот и все, девочки. Я расхламила вещи. Вот эти вот вещи нам маленькие. Я решила их оставить. Так как все равно мы планируем второго малыша. И они нам пригодятся. А вот эти вещички, они такие старенькие уже. Но я их кому-нибудь отдам. Потому что они в принципе хорошие. Но себе я решила их уже не оставлять. И потом я уже переодела кофту. Потому что не хотелось мне ее замарать. Так как кофта белая. И начинаю я мыть свою коляску. Сняла я люльку. Помою всю корзинку, колеса. Полностью, в общем, помою всю коляску. И протру также прогулку. Так как она у нас долгое время стояла. Пока мы с малышом ездили в люльки. Постоянно девчонки спрашивали. И задавали такой вопрос. Почему мы еще до сих пор в люльке. Девочки, у нас люлька очень большая. Широкая. Она 80 на 39 сантиметров. И то есть малыш в ней хорошо прям помещался. Мы специально такую покупали. Потому что малыш зимний. И во всяких комбезиках, конвертах зимних. Чтобы он туда помещался. Мы специально такую покупали. И в принципе Тимка, как я сказала, начал недавно хорошо сидеть. Поэтому она нам пока что была не нужна прогулка. Поэтому мы катались постоянно в люльке. И потому что он еще большинство на улице спит. Вот, я уже поставила нашу прогулку. Такая она низкая, кстати. Намного ниже, чем люлька. Я прям, мне так было сначала вообще непривычно и неудобно. И мы сейчас выйдем уже с Тимкой на прогулку. Скажу так, что ему очень сильно понравилось. По нему прям было заметно, что ему все интересно. Он когда сидел, он на все, на всех смотрел. Особенно вот, когда вечером мы возвращались потом уже домой. Везде уже фонари горят. Машины с фарами ездят. И вот это все так сверкает. И он прям сидел головой туда-сюда-туда-сюда вертит. Ну, в общем, ему понравилось. И я рада, что я его пересадила уже в прогулку. Уже такой большой-большой мальчик, кажется. Прям вообще, конечно, очень быстро он вырос. Ну, ладно, девчонки. На сегодня я уже с вами попрощаюсь. Всем вам большое спасибо за просмотры. Мне очень приятно, что вы на меня подписываетесь. Ставите лайки, пишите комментарии. Люблю очень с вами общаться. Всем вам до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok